Subaru, Subaru, новый Subaru. Полноценная ездовая презентация еще впереди. У нас короткий блиц, потому что новый шестой Outback только что вышел на российский рынок. Дизайнеры Subaru известны своей нелюбовью к революциям, поэтому новая машина очень похожа на прежнюю. Но это действительно смена поколений. Outback переехал на модульную платформу SGP и стал чуть крупнее. У Subaru очень интересный многодельный интерьер. Машина явно сделала качественный шаг вперед. Здесь много мягких пластиков, шумоизоляция заметно улучшена. И впервые на всех Outback для российского рынка натуральная отделка кожей Nappa. Мультимедийка. Для России есть только такой большой экран диагональю 11,6 дюйма. Система поддерживает подключение к смартфонам по протоколам Android Auto и Apple CarPlay. Кстати, с августа Яндекс поддерживает свои карты и навигатор в системе Android. Стрелочные приборы сохранились, но посередине экран диагональю чуть больше 4 дюймов. Салон стал просторнее. Расстояние между передними и задними сидениями увеличено на сантиметр. Силовой агрегат кажется прежним. 2,5 литра и вариатор. Но это иллюзия, потому что 90% деталей в нем новые. Появился непосредственный впрыск, новая шатунно-поршневая группа. Мощность выросла до 188 лошадиных сил. И клиноцепной вариатор тоже полностью переделал. У него другие передаточные числа. Само собой, у всех Outback'ов постоянный полный привод. Крутящий момент распределяет многодисковая муфта. А у противобуксовочной электроники есть два внедорожных режима. Снег-грунт и снег-грязь. Едва ли не главным достижением 6-го поколения Outback'а является комплекс ревентивной безопасности iSight Safety Plus. Теперь это не просто адаптивный круиз-контроль. Это большая система, которая, напомню, основана на стереокамере. Вот здесь они расположены. Теперь она умеет удерживать машину в полосе. И теоретически цепляется за впереди идущую машину. И даже перестраивается за ней сама. Не держать руки на руле можно около полуминуты. Дальше система начинает ругаться. За водителем Subaru наблюдает постоянно. При посадке камера на передней панели распознает лицо, чтобы подстроить сиденья, зеркала и музыку. А в движении она же распознает усталость по глазам. В России все Outback'и поставляются из Японии. Разброс цен невелик. Начальная комплектация стоит 3 миллиона 870 тысяч, а топовая без малого 4 миллиона. И отличия у них чисто косметические снаружи, плюс премиальная система Harman Kardon и люк в крыше. Продажи уже начались и машины поступили ко всем российским дилерам Subaru.